Вон, короче, падал. Здоровый парень оказался. Я его уроняю. Опять сели в голубь. Бам-бам. Ход вправо. Средний атак. Еще. Проверено. На практике. Максом Степановым. Был случай у меня в жизни. Тоже пробовал. На улице это, ребята, работает. Всем привет. С вами снова я, Макс Степанов. И сегодня отвечаю на ваши вопросы. А конкретно на вопрос. Как бьется кав-кик? Кто спросил меня про кав-кик? Вы знаете, что такое кав-кик? Кав-кик это такой лоу-кик, который самый-самый лоу. Который бьется не в бедро, а который бьется именно по икре, по икроножной мышце. Этим ударом Парье отбил ногу самому Конору МакГрегору. И сейчас, ребята, я вам кратенько расскажу, что я думаю по этому поводу, по поводу этого удара, как он наносится и как его отработать, самое главное. Итак, ребята, если лоу-кик это удар, как вы знаете, голенью в бедро, в мышцу бедра, то кав-кик, кав по-английски это икроножная мышца. Это тот самый лоу-кик, который бьется не в бедро, а чуть-чуть ниже, вот сюда в икру. И отсюда будет интересный вывод, как этот удар подготовить так, чтобы упасть не в кость, а именно в мышцу. Вот это обычный лоу-кик, да, который бьется голенью в бедро. Да ты прям чудо-оператор, волшебный оператор. Это обычный лоу-кик. А сейчас будет самое интересное. А теперь мы бьем лоу-кик, который лоу-лоу-кик. Кав-кик, смотрите сюда. Мне нужно нанести удар в эту часть. Вот сюда, такое подметающее движение. Здесь прямо ровненько напротив противника вы стоите. Но есть еще маленький секретик, который поможет вам сделать этот удар максимально эффективно. Сейчас будет самое интересное, не переключайте. Короче, друзья, смысл в том, чтобы вам удар носить не просто сильный, мощный удар, но обыкуда ударить и все. Про здоровье я уже говорю неоднократно, что нужно здоровье беречь. Если вы, блин, 7 раз отмерили, решили ударить, врезать, соответственно, вы должны это сделать так, чтобы вам не было мучительно больно за вот этот бесцельно, так сказать, нанесенный удар. Точно и безопасно для вас. Мы сейчас находимся на одной линии. Называется линия линии атаки. То есть линия, соединяющая центры тела противника. Вашего и противника. Вот эта линия атаки. Если я буду бить прямо сюда, смотрите, то я попаду в кость. В кость. Можно, конечно, ударить, если вам ногу не жалко, да, так же сюда можно ударить. Но если вы хотите попасть в точную икроножную мышцу и вывести из равновесия соперника, то вам нужно сместиться в сторону, вправо, быстрым движением. Смотрите, раз, сюда, вот я ушел. На миллисекундочку его ноги становятся на одну линию, вот так. И в это время открывается икра, икроножная мышца. И в то же самое время он находится в неустойчивом положении. Еще раз смотрите, все движение целиком. Скачок вправо, с правой ноги начинаю, левой ногой толкаюсь. Вправо ушел и сразу же подметаю его ногу. Сейчас будет самое интересное. Был случай у меня в жизни, тоже пробовал. На улице это, ребята, работает. Только бил я не по икре, как в карате, когда раньше занимался. Апостички тоже там делал, но это было на соревнованиях. А именно случай из жизни, когда вот так я три раза точно парня там валял таким вот образом. То есть я выходил в сторону вправо, включался вправо, но потом я бил не каф-кик, а мне тогда нравился лоу-кик. Вот я хотел именно лоу-киком. И я лоу-киком подметал и прямо в колено вот сюда бил. В колено бью, нога вылетает, человек падает. Я сказал, чек или человек? Человек! Человек! Он, короче, падал. Потом опять встал, правда, здоровый парень оказался. Вот, я уроняю, говорю, не вставай, блин, там ту-ту-ту-ту, опять встает. Опять серия в голову, бам-бам, ход вправо, слиния атаки, шо! Подметаю лоу-киком, опять падает. Ну, с другой стороны, как бы дал возможность мне подрабатывать именно это движение, о котором я вам говорю, ребят. Проверено на практике Максом Степановым. Такая штука, подсечка, ошибарай, каф-кик, лоу-кик. Именно как сметающий удар, то есть, тот, который сбивает с ног, он реально работает. Не выключайтесь! Друзья, очень важный момент. Сейчас мы на конкретном примере рассмотрим, как правильно носить удары, тогда, когда ваш противник находится в неустойчивом положении, в неудачном положении. То есть, вы не просто лезете на него, когда он такой перекрытый, закрытый. Вот, посмотрите на этого парня. Видите? Ну, куда? Ну, куда вы будете? Ну, куда? Бесполезно. И если он сам не лоханется, то есть, такую ошибку не допустит, какую-нибудь стоочку там где-то поломает, где-то руки откроются, где-то неустойчивое положение ног, то, блин, надо самому тогда, ребята, эту ситуацию создавать. Вот, смотрите, друзья. Видите, как ноги расположены? Если человек правильно стоит, то у него ноги стоят как бы на двух линиях. Видите? Это, кстати, о стойке разговорность сегодня пойдет. Правильная боевая стоечка должна поддерживать ваше хорошее равновесие. То есть, устойчивость вперед и устойчивость назад. Также влево и вправо. Но, смотрите, какая получается хреновина. Если человек поставил ноги на одну линию, поставь левую ногу вот прямо перед собой. Во-во-во-во. Видите? Вот в этой позиции его положение неустойчиво влево-вправо. И поэтому его можно подсекать. Подсекать снаружи, если я буду вот отсюда бить. Вот отсюда буду бить. Ну, или цеплять, или хватать. Это значит, что он упадет. Тем более, если вы видите, смотрите, хороший знак, когда вы видите пятку сзади стоящей ноги. Вот, смотрите, как в этом случае. Пяточка сзади стоящей ноги. Мы ее видим. Для вас это сигнал, что вы, ребята, должны сделать либо подсечку, либо лоу-кик, ну, либо вот этот кав-кик. Как теперь создать эту ситуацию? Вот мы стоим в стоечке друг напротив друга. Стоим такие. Как в кабульских фильмах, да? Или в самурайских. Вот сейчас я вижу вон две ноги. Они стоят на двух линиях, видите? Сейчас я сделаю шаг в сторону правой ногой. Посмотрите. Отошел в сторону. Смотрю, что получилось. А получается то, что как раз мне и нужно. Его ноги находятся на одной линии. И даже, видите, я пятку сзади ноги вижу. Соответственно, здесь я могу уже высекать. И отсюда я спокойненько наношу удар. Тот самый, о котором я вам и рассказываю. Стояли здесь, на линии атаки. Шаг вправо. И вы сместили в сторону. И в это время для вас открывается икра. Икроножная мышца. И как раз в эту мышцу вы наносите удар. Понравилась тема? Поставь мне лайк. Мало того, что вы попадаете четко прямо в мышцу. Сбоку, если заходите. Кроме того, позиция при этом у противника, она крайне неустойчивая. Потому что ноги у него находятся на одной линии. По сути, этот удар кавкик. В карате мы его делали. И он назывался у нас ашибарай. Ашибарай по-японски означает подсечка. Вы, по сути, сметаете его ногу. Сберете и... Ашибарай в карате. То же самое здесь. Смотрите, если я ухожу в сторону. Раз, шажерчик вправо. И сразу же атакую его впереди стоящую ногу. Даже если он немножко разворачивается. Он даже может вес немножко сюда перенести. И как раз, когда он переносит вес, в это время вы его подметаете здесь. Сюда ему. Если он не упал, если он не упал, ему будет больно, ребята. Ему будет больно. Вы это видели? Как паре буквально отбил Конору Макгрегору эту ногу. А чувак, который ударник и без передней ноги, он не сможет двигаться. Он не может на нее встать. Он постоянно опасается за то, что эту ногу ему отобьют, подобьют. И он начинает медленно двигаться. Поэтому удар, удар, удар. Еще в одну точку и все. Человек его вырубает. Окей, друзья. Посмотрели видео? Поставьте мне лайк, пожалуйста. Подпишитесь на мой канал, кто еще не подписался. А также поделитесь с друзьями. Пишите комментарии. Я готов ответить на все ваши вопросы. Кстати, дорогие мои подписчики. Спасибо вам огромное за то, что вы такие активные. За то, что вы общаетесь со мной. Пишите мне комментарии и задаете мне новые вопросы. Это новые темы для новых видео. Поэтому пишите почаще. Общаемся. Я приглашаю вас на стримы, на прямые эфиры. Где мы сможем вот так вот с вами просто пообщаться. Как родные, как близкие люди. Будете задавать вопросы, а я буду делать новое видео. Ну короче, впереди будет очень много интересного видео, друзья. Поэтому следите за новостями. Прожимайте колокольчик. И вы будете всегда в курсе новых видео. Все, с вами был Макс Степанов. Так не надо дихо дать. Так вы ногу себе отобьете нахрен. Вот это пускай делают киношные герои. Типа Тонгпо там и так далее. Эти ребята помогут. В кино все можно. В кино все можно. А в жизни так не бывает, ребята. Здоровье, блин. Оно как бы это, кончается что ли. Оно израсходуется. У нас не медитация сейчас снимается. Это будет тема нашего отдельного канала, ребята. Тема для медитации. Всякие разные красивые виды природы. Как вода течет. Как дождик идет. Как солнышко блестит. Точка плывет по небу. Что-то такое. Кто за, ставьте лайки. Ну что, увидел? Здорово, отец. Еще раз. Я хотел сказать, что типа как это. Мультик видел? Гони бабло, да? Мультик видел? Гони бабло. Он на туризм. И так, я скажу вам. Что-нибудь так? Ну окей. Понравилась тема? Поставь мне лайк. Здесь блин на другой канал. Нахрена я это сказал? Я же не на телевизоре. Все. О, качай. Просто там люди идут, туда-сюда бегут. И как бы они немножко меня отвлекают. И нам нужно сменить локацию. Пойдем. В камеру. Микрофон у вас здесь, да? Где? Не, подожди. Не, подожди. Микрофон где-то, как вон. Снимай мне так, чтобы здесь меньше было воздуха. Чтобы у меня руки вот так, вот так. Смотри, вот так. Сисечный кадр такой. Молочный кадр называется. Нормально? Снимаешь? Снимаешь? Да, молодец. Так, вроде ветра поменьше. Как я сказал, нормально, да? Прожимайте колокольчики, если вы хотите знать, какие новые видюшки выходят. Следите за новостями. По-моему, я тоже говорил.